Газовщики нас уже натянули, бабку на 17 тысяч. За что? А за что? В смысле? Пришли, ходят, вот мы, везде взрывается, везде. До вас звонила, не дозвонилась, до вас звонила, не дозвонилась, узнать, что такое. ЖКО тоже, когда берет трубку, когда нет. Так, с какой организацией они представились? Представились? Я говорю, ребят, вы с какой организацией? Мы с Ногинской. Нет, университет не показали? Вот такой, как у всех. А за что деньги-то взяли? Вот поставили мне теперь, если у меня будет газ идти, и у меня будет петюкать. Место одной, место двух. Каждую неделю в дежурную службу города и отдел ЖКХ поступают жалобы жителей на сотрудников газовых служб, которые наглым образом навязывают приобретать и устанавливать дорогостоящие газовые оборудования, пугаясь страшными событиями, связанными со взрывами газа в жилых домах. Ну, это газоанализатор, да. Ну, это не обязательно ставить, это пожелание. Это приборам по-хорошему нужен, но в нем нет такой необходимости. И очень много в городе. Очень много народу. Вот так вот, вроде неудобно сказать, что вы решили. За разъяснением сложившейся ситуации мы обратились к руководству специализированной газовой компании Восточного Подмосковья по обслуживанию, ремонту и продаже внутриквартирного и внутридомового газового оборудования ООО «Городская инженерная служба». Именно эта компания проводит техническое обслуживание домов в нашем городе. У вас у всех сейчас выйдет платежка, и там написано «Техническое обслуживание газового оборудования», и там будет написано «ООО «ГИС», потому что мы выкрыли мониторинг, и на основании этого вы можете позвонить и узнать, наши люди ходят, не наши люди ходят, там будут все номера телефончиков. Теперь мы еще вот такие буклетики выпустили, специально такие буклетики, где наши все телефоны, все услуги, сколько что стоит, и мы это тоже раздаем населению. Вот такие вот у нас буклетики с нашим логотипом совсем. Так что будьте внимательны, конечно, и не поддавайтесь. Звоните в администрацию, звоните в управляющую компанию, потому что мы каждую неделю передаем график обхода управляющих компаний, единую диспетчерскую службу подаем «Восток», и там есть все эти данные. Вы можете звонить 8 800 500 98 75, уточнять по своим ЖКО, управляющей компанией, в администрацию, нам вот по телефону, который мы вам оставляем. И тогда будет уже выяснено, что наши люди ходят, не наши люди ходят, фамилия, имя, там будет все. И если что-то не так, мы будем уже принимать меры. Но я еще раз повторяю, что ни один сотрудник ГИС дополнительные услуги не навязывает. Мы действуем согласно постановлению 410-го, там четко определено, что мы должны делать при ТО, ВКГО, ВДГО и так далее. Без предварительного объявления, вывешенного за три дня до начала осмотра, на информационной доске в подъезде дома, без согласования диспетчерских служб, ни один из официальных газовщиков не имеет права ходить по квартирам. Мы вынуждены защищаться от таких нечестных людей. И мы ввели вот такие жетоны. На каждом жетоне стоит номер. По этому номеру можно проверить удостоверение. Каждый человек ходит с удостоверением, где написано. Его должность, фото, фамилия, имя, отчество. И любой житель может, увидев вот этот жетон, позвонить по телефону на службу мастеру, и мастер скажет фамилию. И его можно проверить, что это именно этот человек. Теперь городская инженерная служба, так как специализированная организация, никогда лишних услуг не оказывает. Вот эти все услуги, которые они пытаются обмануть, ну, в основном пенсионеров, конечно, они их там запугивают, что это вот у вас газ отключат. Все это не так. На сегодняшний день закон не заставляет жителей устанавливать в квартирах и домах ни газовые счетчики, ни газоанализаторы, ни другие приборы. Нужно ли в квартирах, где нет ни колонки, просто газовая плита, вообще выгодно ли ставить этот счетчик, нужен ли он вообще? Что в частных домах, что в квартирах. Вот в настоящий момент это только по желанию клиента. Только по желанию клиента. Он платит или с квадратного метра, или с количества жителей. И только по желанию клиента. Все. И по оборудованию, по мощности оборудования. Так что здесь уже это дело каждого. Выбирать выгодно или невыгодно. Нужно считать, допустим, если человек не постоянно проживает, ну, наверное, это будет выгодно, потому что там на полгода на дачу уезжает эта семья, и она все равно платит по квадратным метрам, или по мощности оборудования. А так она будет платить по счетчику. Но это еще раз я говорю. Пока, вот на настоящий момент, вот на сегодня, это только желание абонента. Никто не может его заставить, никто не может его принудить к этому. Задачу городской инженерной службы во время проведения планового обслуживания входит только проверка работоспособности и надежности того оборудования, которое уже находится в квартире, в соответствии с договором на обслуживание, который оплачивает собственник жилья. Мы решили проверить, работает ли телефон, указанный в информационном буклете газовой службы, и узнать, какие мастера сегодня обслуживают Электрогорск. Здравствуйте, вы позвонили в городскую инженерную службу. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в том режиме. Позвонив на единый номер, надо набрать добавочный номер Электрогорска 126. Городская инженерная служба, здравствуйте. Здравствуйте, я из Электрогорска, вас беспокоюсь. Сейчас ко мне звонят в дверь и представляются газовыми работниками и предлагают проверить техническое состояние моего газового оборудования. Не подскажете? Какой у вас адрес? Горького 4. Ага, да, у нас все ребята там работают. А скажите, пожалуйста, номера их жетонов. Так, Дмитрий Кирилл Владиславович 1, Талекин Александр Евгеньевич 75, И Саев Александр Владимирович 2. Спасибо большое. Не за что. До свидания. До свидания. Все телефоны работают и дверь можно открывать спокойно, убедившись, что пришли ребята именно с этими жетонами. Официально ходим на основании мониторинга, который проводила администрация города Электрогорска. Мы его выиграли, этот мониторинг, и на основании договоров с управляющей компанией. Поэтому я еще раз говорю, что нужно быть здесь внимательным самим абонентом. Вот если вы видите, что у вас заключен договор в платежке с ООО ГИС, там прямо будет написано техническое обслуживание газового оборудования, ООО ГИС, то посторонних пускать не надо, потому что это мы отвечаем за ваше состояние вашего оборудования, ну не ваше состояние абонентов. А те люди приходят, они же ни за что не отвечают. Они просто, допустим, заменили гибкий сланг, взяли в три раза дороже цену и ушли. А за состояние оборудования они не отвечают. Отвечаем мы, потому что у нас с вами заключен договор. Если что-то произойдет, то они ни за что отвечать не будут. В связи с участившимися случаями аварий в жилых помещениях газовики ждали принятия правительством закона, обязывающего граждан проводить ежегодные контролирующие проверки внутридомового и внутриквартирного оборудования. Допустим, дом, ну любой дом возьмем, там советская какая-то там, в доме 72 квартиры, с нами заключены там 10 договоров, все. Вот мы ходили до этого года только в эти 10 квартир, потому что у нас с ними договора, они плоть, мы их обслуживаем. Теперь есть такая тоже, ну, услуга, так скажем. Вот мы зашли в этот дом и обслужили. Если ни у кого больше нет договоров, мы обслужили, они подписали нам акты выполненных работ, все. Это считается тоже, ну, наши люди объясняют, они не обманывают. Говорят, вот если у вас нету с нами договора, мы вас обслуживаем, вы, значит, попадете в реестр. Ну, кто соглашается, кто нет, мы не обслуживаем пока. А так вот сейчас вот выйдет платежка, и там будет строка такая, там, техническое обслуживание, газовое оборудование. Кто оплатит ее, не надо никуда ездить, не надо сейчас бумажные договора, ничего не надо. Это считается, что с ними заключен договор, и мы обязаны будем обслуживать, приходить в каждую квартиру раз в год. И вот в связи с этим у меня, конечно, очень большая просьба к абонентам, чтобы обеспечивали допуск. Газ – источник повышенной опасности. Если собственник все еще думает, нужно ли заключать договор, значит, оборудование в его квартире не проверяется на предмет наличия неисправностей. Я так понимаю, что жителей ждет еще новшество по оплате ЖКУ, то есть заключение договора с газовой службой. И что будет, если они не заключат этот договор? Если жители не заключат договор с газовой службой, информация передается в ГЖИ, что дальше могут быть определенные штрафы и вплоть до отключения газа в квартире. В феврале придет платежный документ, в котором нужно будет оплатить услуги за январь и за февраль. Если люди не заплатят, в марте-апреле информация будет передана в ГЖИ, что уже повлечет определенные санкции для жителей. Приоритеты городской инженерной службы – безопасность и комфорт граждан, работа на благо людей. Только вместе мы можем избежать чрезвычайных ситуаций и создать безопасные условия пользования газом. Уважаемые жители города, будьте бдительны и не забывайте о своих обязанностях. И тогда голубое топливо согреет вас своим добрым теплом. Уважаемые жители нашего города, если есть какие-то сомнения, подозрения, что пришли не те люди, которые представляются, просьба обращаться в газовую инженерную службу, телефоны всегда указаны на объявлении, которые вешаются в проверяемом доме, или в администрацию по телефону 377-47-47. Продолжение следует...